Вчера посмотрел пресс-конференцию президента Порошенко и вот о чем подумал. И думаю, что это очень важно для нас в силу того, что мы делаем, что проповедует партия 5-10 и лично я, почему либертарианство. На пресс-конференции прозвучал вопрос, который приписывают на Ему, который он задал в свое время Януковичу, перед его изгнанием до революции, до Майдана. Девушка поднялась и спросила, почему вы, господин президент, живете так хорошо, а люди живут так плохо. И все вспомнили, была щенячая радость людей, которые у телевизоров замерли. Какой острый вопрос, какой правильный вопрос. И журналисты все радовались, и смотри, какая смелая журналистка, ею начали делиться. Какой замечательный вопрос. Этому вопросу 8 лет. Или 7. 7 лет назад его задал на Ем Януковичу. Точно так он звучал. Почему вы, Виктор Янукович, живете хорошо, а люди плохо. Вы просто задумайтесь, а что изменилось. Были против Януковича, стали против Порошенко, задаем одни и те же вопросы. И что мы ждем? И вопросы, ответы одинаковые. Я живу тяжело, я живу с народом. Мои статки уменьшились. Янукович примерно так же ответил. Что я тружусь очень много. Постный вопрос, постный ответ. Но что открывается в этом вопросе, и почему щенячья радость у граждан Украины, у которых у большинства инфантильный мозг, и они не хотят заниматься собой. А тем, что они не задают вопрос, когда мы будем жить хорошо. Когда мы будем зарабатывать много. Объясните нам на пальцах, господин президент, то ли Янукович, то ли Порошенко, свою идею, как мы все станем богатыми. Ни фига. Журналисты так вопрос не ставят. Они ставят вопрос всегда постно. Почему вы зарабатываете много? Это вот то самое, о чем мы пишем. Украинцы всегда против. Против Кучмы были. Потом стали против Ющенко, когда свергли Кучму. Потом свергли Ющенко, возненавидели. Выбрали Януковича. Потом возненавидели Януковича. Садавали ему вопросы. Возненавидели Януковича. Потом выбрали Порошенко и возненавидели Порошенко. И задаем ему те же самые вопросы. И ждем другого результата для своей судьбы. Не задавая главный вопрос. Когда мы, граждане Украины, будем зарабатывать деньги? Когда нация станет богатой? Когда в Украине польется поток денег? Назовите мне хоть одного политика, который говорит свою идею. Пустые разговоры у всех. Давайте спасать производство. Давайте защищать отечественного товаропроизводителя. Давайте много потужно работать. Давайте чего-нибудь поменяем. И я вчера очень расстроился. Не из-за ответов президента, они предсказуемые и понятные. А из-за вопросов журналистов. Журналисты такие же тупые, как были при Януковиче. Они не поумнели. Это те же журналисты практически. Это те же люди. За исключением тех, которые попали в парламент. Как Наем, Лещенко. Но они задают все те же тупые вопросы. И получают все те же тупые ответы. Вот что меня вчера удручило. Начинайте спрашивать за себя. Когда вы будете зарабатывать деньги. Когда вы получите условия для зарабатывания. Когда вы будете получать благополучие. А не мечтать о том, чтобы ему жилось плохо. Я думаю, что сейчас Януковичу живется хуже. Чем тогда, когда он был президентом. Он не имеет власти. Он беженец. Он, знаете, как пораженный в правах индивид. Бывший президент. Над ним идут суды. Над ним издеваются в России. Над ним смеются. Ему живется намного хуже, чем жилось. Но вам живется тоже хуже. Еще хуже. И когда Порошенко побежит. Допустим. Случится чудо. Майдан соберется. Порошенко потеряет нюх. И он станет жить хуже. Вы изгоните очередного Порошенко. Ваша жизнь от этого не улучшится. Потому что вы опять приведете себе на голову Юльку. Знаете, для чего вы приведете Юльку? Для того, чтобы ее на следующий день начинать ненавидеть. Опять. Потому что вы не требуете ничего себе. Оказывается, украинцам ничего не надо. Им нужно задать подлинненький вопрос. Которому 8 лет. Задавать его бесконечное множество. Создавать бесконечное количество судов. Бороться вечно с налоговой, с коррупцией. Разоблачать кого-то. Короче, находить себе врага. Душить его. А потом впадать в апатию. А потом расстраиваться. Ой, не получилось. В очередной раз не получилось. А когда вам сразу говорят, что не получится без бабла. Без денег не выйдет. Пока вы не разбогатеете. Пока вам не придет президент или, не знаю, премьер или лидер какой-то. И скажет. Ребята, у меня есть идея. Как вам разбогатеть. Вот как прихожу я уже много лет. Повторяю одно и то же. Чтобы вы, граждане Украины, и журналисты, и даже обездоленные. Все вместе разбогатели. Нужно отменить налоги с себя. Потому что вы платите за тарифы двойную порцию. 50% за тариф за газ. А 50% налоги. Потому что вы приходите в магазин. И в цене товара 50% налогов. Потому что это все база налогообложения. Это система коррупционной выкачки денег из бедных. И Порошенко, и Янукович. И весь этот олигархат порезентирует на том, что вас защищают. Вам придумали налоги, которые вас не интересуют. А они вас защищают. И вы требуете, чтобы их свергли. Вот будет плохо Ахметову. Но вам от этого ничего не добавится. Что вы для себя ничего не просите. Поэтому, задавая вопрос президенту, нужно было поставить по-другому. Господин президент, назовите точно, как мы будем жить через год, через два. Что изменится в налогообложения. Пойдут ли сюда деньги. Насколько возрастут инвестиции. Какое будет налогообложение? Ваше. И не надо распускать туманы. Назовите свою четкую систему, которая приведет к резкому росту моего благосостояния. Благосостояния каждого гражданина Украины. Предложите свою систему. Не на 2% рост. А к тому, чтобы мы выровнялись с доходами, с европейцами, с американцами. Чтобы мы сделали резкий рывок. Как Сингапур или Дубай. Или любая страна, которая отменяла с себя налоги. Со своих граждан. Давая приток инвестиций. Когда вы продадите все госпредприятия. Когда вы, блин, снимете мораторий на землю. Эти вопросы не задаются. Задается этот идиотский, мелкий, пакостный вопрос. От которого млеют все журналисты и дети старшего возраста. Я так их-то зову. Наши бабушки и дедушки и мамы. Которые вдруг замирают. Смотрите, какой острый вопрос. Этому вопросу 8 лет. Господин президент, почему вам живется хорошо, а нам плохо? А я отвечу. Потому что у вас дураков задавили налогами. А его предприятие в офшоре. Потому что у Януковича было то же самое. Потому что Кучма занимался тем же самым. Потому что Ющенко занимался тем же самым. А вы ждете ответ от президента. Он вам скажет. Официально я стал беднее. Я единственный, у которого опустили статки. А вы стали в три раза беднее. Но вы не ставите вопрос вам разбогатеть. Вы даже не требуете от политиков, чтобы они вам дали идею, как вам разбогатеть. Вы от политиков требуете сами. Кого бы нам уничтожить? С кем бы нам побороться? Какого антикоррупционера или коррупционера найти? А в конце концов нападаете и на антикоррупционеров? Короче, украинцы, выздоравливайте. Потому что правильно ставьте вопросы. Когда вы будете жить хорошо? Что для этого требовать с политиком? И за кого голосовать тогда? Потому что если политик не говорит, что он сделает, когда придет, у него нет четкой системы и объяснения, как это приведет к вашему благополучию, это бесполезный политик. И бесполезные вопросы. И бесполезные ответы. Людей, которые просто приспособились к власти, как все журналисты, которые сидели на пресс-конференции президента, они приспособившиеся. Их ничего не увлекает. И президент их тоже не увлекает. Они просто возмущаются. Президент отдыхал на Мальдивах за 500 тысяч. Летал инкогнито. Это очень важный вопрос для украинцев. Куда летает президент и где он отдыхает? Да, скажут, это очень важно, он нас оставил. Да ему плевать, он просто в следующий раз сделает так, что вы ничего точно не узнаете. Точно он как-то скроет и свои отдыхи, и свои траты. Просто сейчас ляпу дал. Но по большому счету мне плевать, сколько он тратит. Меня всегда интересовало, сколько я зарабатывал. И то, что в стране стало очень плохо зарабатывать, это факт. И то, что народ нищает дальше, это факт. Но народ-то это не интересует. Народ интересует, в каком бассейне купается президент. Да пусть купается в каком угодно бассейне. Пусть ответит на вопрос, какая его система, меня обогащение. Какая его идея. Но нет, вам это не надо. Украинцам это не надо. Давайте, вот у нас Юлька подрастает. Давайте голосовать за нее. Но на следующий день после выбора вы будете все против Юльки. И будете ее ненавидеть. И вспомните ей все. И газовые дела с Лазаренко, и якшание с Кучмой, и сидение в тюрьме, и газовые контракты. Вы потом это вспомните, после выборов. Потому что вам нужен враг всегда. Вам надо, чтобы кого-то разоблачать. Какая у нее коса, или какая прическа у президента. Бухает он, не бухает. Но вас не интересуют идеи. Идеи. Вот что надо. Когда вам скажут, вот есть идея, как вам разбогатеть. Вот есть идея, как чтобы в Украину пошли деньги. Массово пошли. Вот страны, которые этим воспользовались. Большинство стран мира вначале были безналогами. Разбогатели, а потом вводили налоги. Поэтому граждане Украины, и я к себе тоже. Не забывайте о том, что ваше благополучие для вас важно. А не благополучие президента. Или благополучие кого бы то ни было. Ваше благополучие. А чтобы получить свое благополучие, требуйте от политиков. Чтобы они вам говорили свои системы. Поэтому вчерашняя пресс-конференция была пуста, как всегда. Потому что у нас пустой президент и пустые журналисты такие же. Которые задают вопросы восьмилетней давности. Которые приводят в щенячий восторг людей, которые уже устарели и живут двадцатым веком. Задавая идиотские вопросы. Задавайте правильные вопросы для себя и своих семей. Когда вы будете жить хорошо и благополучно. Зарабатывайте.